Девочки, здравствуйте! Сегодня по многочисленным запросам девочек решила снять такое видео. Меня часто спрашивают, как вы выбираете парфюм? Я что-то призадумался, думаю, как же я его все-таки выбираю. Так, начну, наверное, с самого начала. Будет немножко больше, чем нужно, болтовни, но я расскажу более подробно. Раньше я не понимала в запахах, мне кажется, ничего совершенно. Покупала какие-то там непонятные рекламируемые запахи. То есть, вот, увижу рекламу и покупаю. Дешевые, дорогие, там, ну, все подряд. И потом я как-то призадумалась, думаю, наверное, так все-таки не пойдет. Девочки, не люблю, как сказать вам, копировать. Вот просто вот мне нравится запах, да. И пойти и купить точно такой же, ну, наверное, я не сторонник этого. И не сторонник тоже вот так же и одежды, когда вот идешь и, например, там увидишь девушку, которая одета точно так же, как и ты. То есть, для меня это неприемлемо, и поэтому я никогда не буду копировать парфюмы моих подруг, моих там знакомых, потому что мне кажется, это не очень как-то так. Даже не знаю, как сказать. И однажды я все-таки решилась. До этого вот я уже сказала, у меня были там и пробники, и такие, и такие. То есть, я не совсем понимала, как это можно выбрать для себя аромат, чтобы он подходил тебе по твоему настроению. Я еще и считаю такое, что все-таки парфюм дарить, это, наверное, то есть, вот идешь человеку на день рождения, и идти с каким-то парфюмом, то это, наверное, все-таки не очень хорошо, потому что ты не знаешь предпочтений этого человека. И, кстати, мне несколько раз так подарили на день рождения, не спрашивая меня, что мне нравится, что мне не нравится. То есть, этот аромат у меня простоял, я им не пользовалась. И еще такой же был совет вам. Подарили мне аромат, довольно-таки приятный, довольно-таки, ну, скажем, известный. Но в тот момент я болела. И вот этот аромат у меня теперь всю жизнь ассоциируется с тем, ну, сразу, я не знаю, у меня начинает сразу голова болеть, сразу какое-то болезненное состояние. То есть, я тоже не смогла им пользоваться. Когда я иду в магазин, вот у меня кончились все парфюмы, или бывает такое настроение, хочется полностью сменить, ну, наверное, направление, наверное, запах, что-то хочется новенькое. Не гонюсь за модой. Когда вот сильно-сильно рекламируется там какой-то аромат, я могу его, конечно, обязательно, как бы, понюхать, ну, то есть, испробовать. Но покупать, думаю, что не буду, потому что все-таки, если оно сильно рекламируется, то, наверное, может быть такое, что половина у тебя с работы тоже купит это. Вот. Когда я иду в магазин, я стараюсь не душиться ничем, даже дезодорант не использовать, потому что все-таки это будет мешать тому выбору, который ты хочешь сделать. Вы знаете, еще очень главный момент, наверное, я думаю, когда идете выбирать парфюм, это вот, наверное, все-таки как хорошая дорогая сумка, как что-то там, ну, для меня это такая ассоциация, как хорошая обувь. Нужно идти все-таки с хорошим настроением, с приподнятым. И также, ну, я заметила у себя, когда я выбираю парфюм, вот, бывает такое, что хочется все испробовать, все понюхать. И все, я потеряла в запахах, все для меня уже все одинаково, хотя вот, вроде говорят, кофе, да, пробовала я и кофе, но для меня это не выход, то есть я уже потеряла в запахах. Был такое, что я купила парфюм, то есть я долго выбирала, у меня уже заболела голова, я взяла уже там какой-то вот, и проходя мимо какого-то отдела, я, ну, думаю, да, еще понюхаю. Ну, то есть я уже какое-то расстояние прошла, проветрилась, то есть у меня запахи уже более-менее вышли, а хотя я уже купила, да. Да, я думаю, понюхаю, вот, просто вот первый папаш, и представляете, и до такой степени мне понравился этот запах. Я принесла теперь домой свой парфюм, который я купила, думаю, господи, зачем же я его купила? Так, на следующий день в хорошем настроении я пошла купила, но стараясь тоже, вот, незнакомые запахи, когда я стараюсь покупать, ну, вот, скажем, не сразу большой объем, ну, где-то там, ну, 25, там они примерно идут, вот, где-то в объеме делаем. Многие магазины предлагают такие вот поролончики, на поролончиках, конечно, что-то, мне не нравится это. Лучше, конечно, или нанести, вот, я что делала, вот, последний запах, когда я выбирала, я его понюхала, оно мне понравилось, но что оно будет делать потом, бывает же такое, что оно потом не понравится вам, и я нанесла его на запястье немножечко и вышла, прогулялась, вот, оно, как бы, отошло, и уже вот это вот, знаете, наверное, да, что есть первая нотка, вторая нотка и последняя нотка, ну, может быть, я неправильно называю, но для меня вот так вот. Первая нотка – это 5 минут после того, вот, вы ощущаете запах, потом вторая нотка проявляется у парфюма, она держится примерно где-то, ну, может быть, полчаса, может быть, и вот последняя нотка, которая вот сопровождает вас в течение, там, дня. И я вот после того, как прошло какое-то время, я понюхала, думаю, о, нет. Хотя оно мне в магазине очень-очень сильно понравилось, вы представляете, оно, значит, мне понравилась первая нотка, оно потом прошло, прошла вторая нотка, и вот третья нотка мне вообще не подходит, не понравилось. Может, это нормально, может, нет. Есть девушки, которые предпочитают такие резкие ароматы, ну, я знаю некоторых людей, вот у меня есть знакомых, которые пользуются только одним и тем же парфюмом, там, на работу, на учебу, на дискотеку, там, в клубку куда-то. То есть это резкий, такой вечерний аромат. Я не знаю, это вы мне напишите, может быть, это всё-таки я правильно рассуждаю, неправильно нужно иметь дневной запах, и всё-таки, наверное, вечерний, более такой тяжеловатый. И также я думаю, что всё-таки блондинкам одно, брюнеткам другое, там, рожеволосым третье. У каждого свои вкусы, у каждого свои предпочтения. И также насчёт вот летние запахи, зимние запахи. Летние, они, мне кажется, всё-таки должны быть такие свежие-свежие. Как вот этот аромат я выбирала? Пользуюсь я, ну, кто не знает, это Dolce & Gabbana Light Blue. Ну, это уже у меня, я не знаю, какой, какой по счёту. Я всегда ещё, у меня вот есть такая опасность, я всегда боюсь напороться на подделку. Вот у меня было несколько раз, и я, по-моему, снимала видео, это одно из первых моих видео, я рассказала подделку. Вот, я очень боюсь купить, потому что, ну, как вы знаете, на парфюмство это недёшево. И покупаю его всегда в проверенных магазинах, но и там может быть такое, ну, с чем чёрт не шутит. Вот этот последний аромат мне подарили на 8 марта. И вот, когда я начала им пользоваться, у меня было такое ощущение, что запах быстро-быстро выветривается. Думаю, что это такое, наверное, подделку мне продали. И как я проверила вот этот аромат, на кожу, то мне казалось, что она быстро выветривается. Вроде я так принюхиваюсь, но я слышала, конечно, и знаю, что если это твой аромат, то ты его уже перестаёшь ощущать. Я его протестировала, то есть, побрызгала несколько пшиков на одежду. Вот, подделка моя, на которую я напоролась, она у меня и с одеждой выветривалась, то есть, буквально там через полчаса. Особенно долго держится запах на мехе. Вот, я испробовала его, вот она пшикнула несколько раз на мех, пшикнула несколько раз на одежду, положила там, где-то там на балкон специально вывесила, чтобы оно выветривалось. После этого прошло, наверное, например, день, я его, ну, то есть, взяла, оно, запах был. Я уже покупала его в проверенных магазинах, как всегда, но производитель, то есть, продавец меня не обманул, то есть, оно на самом деле нормально. Как выбрала я его? С трудом я, конечно, выбираю новые запахи, и после того, как я пользовалась какое-то время одним видом парфюма, я решила сменить, и пошла в магазин, и увидела вот этот вот запах, этот парфюм. Я решила его попробовать. Сначала брызнула на запястье, потом на бумажечку протестировала, оно мне так понравилось. Я думаю, господи, ну ладно, извини меня, пожалуйста, Наташа, я повторюсь, но я так влюбилась в этот запах. Вот, что еще насчет выбора парфюма? Не гонитесь, девочки, пожалуйста, за дешевизной, я так думаю. Я сама напоролась на это, прям, такое было не очень хорошее у меня настроение после того, как я приобрела подделку. И вроде ты истратила чуть больше половины стоимости от этого продукта, да? И выкидывать вроде жалко, и подарить никому не подарите. И я даже не знаю, оно мне до сих пор стоит. Не очень приятные ощущения. И, кстати, вот, я уже повторяюсь, покупайте только в проверенных магазинах. Не ходите, когда плохое настроение, не ходите, когда болит голова, когда, я не знаю даже, как сказать, когда, вот, я еще, например, наверное, не пойду, когда очень пасмурно, или когда идет дождь. Ну, вот, я не знаю, я человек настроения, я вот покупаю вот так вот парфюмы. Ну, надеюсь, я рассказала, наверное, все свои секреты. Может быть, некоторые позабыла. Бывает такое, когда снимаешь перед камерой, некоторые мысли вылетают напрочь. Прошу меня за это извинить. Надеюсь, вам понравилось. Напишите свои комментарии. Как вы выбираете, мне очень интересно, кстати. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Всем пока!